Для Амкара эта встреча стала последней домашней крови в чемпионате 2005 года. Болельщики ждали только победы. Обе команды удивили своими стартовыми составами. Больше всего удивило появление Аршавина в защите. Ну слава богу, лотереи нет где поставить можно было на левого защитника. Впух и прах, конечно, проигрался бы. Такое невозможно было представить. Это же никого нет. Только Боровичка. Уже к восьмой минуте пермяки нанесли два удара поворотом Малафеева. С самого начала встречи хозяева были несколько активнее гостей и недостаток мастерства компенсировали командной игрой. Порой Зениту приходило всей командой отходить в свою штрафную на защиту. На восемнадцатой минуте Денисов вызвал недоумение не только у своих партнеров, но и у зрителей на трибунах. Вместо того, чтобы пробить поворотами из выгоднейшей ситуации, он попытался отдать пас. Через две минуты Диденко упал в штрафной Зенита, видимо, в надежде на пенальти. Судейский свисток промолчал. Второй тайм начался с атака Амкаровцев и на пятьдесят второй минуте Волков, получив отличный пас, оставил неудел защиту и вратаря гостей. После пропущенного мяча питерцы, и без того игравшие не очень хорошо, впали в какой-то ступор. Пермяки хозяйничали на их половине поля безраздельно. Пришли в себя футболисты Зенита только минут через десять и сразу же создали несколько опасных моментов поворот Левенца. Киржаков имел две возможности наказать Пермяков за грубый углом. Сначала выручил галкипера, затем мяч попал в крестовину. Под данную встречу Амкар организовал неплохую контратаку, но забить Пермяки не смогли. Амкар использовал свой момент, мы нет. В принципе, мы сейчас выглядим очень плохо в конце сезона. И результат закономерен. Последняя игра в этом году на домашнем стадионе. Хотелось порадовать своих болельщиков многочисленных. Огромное спасибо за такую поддержку. Достать удовольствие себе с хорошим настроением закончить домашний цикл игр в этом сезоне. Сезон 2005 года в Перми завершен на мажорной ноте. Осталось дождаться последней игры в Москве с торпедой. Можно подводить итоги чемпионата. Сергей Лекомцев, Андрей Евсин, Пермь специально для программы Футбол России.